доброе утро у нас сегодня до завтрака мы выпиваем сок сезерея он конечно не очень высокий вкусный но ничего терпимо умар плачет потому что он боится звука сока выжималки ну поехали ну а теперь как говорят за здоровье сок сезерея очень очень полезен при чистить печень хорошо потому что у нас у всех наверное гепатоз здоровье неприятно но полезно еще раз говорю предвещаю все ваши вопросы или диагнозы кто-то пост будет ставить там у нас профилактика детокса печени то есть ну наверное не надо ждать пока что-то случится лучше предотвратить это заранее в общем ну чистим печень всем удачи всем привет у нас дождик но нам это не мешает мы идем на прогулку и зайдем к нашим бабулькам вручим и наши казахстанские сладости мы уже им как-то дарили года два назад наверно вот ну вот такие вот наши казахстан да как шоколадки рогатовские вот и вот такие которые гуджанка дарила ну по две штучки подарю что у нас немного все что у нас есть мы угостим вот не знаю они дома или нет потому что бабули у нас очень заняты у них прям записная книжка много дел они где-то гуляют встречаются в кафе с подружками на не звонили будут дома окей не будет ладно в следующий раз позовем вручим им ума прям хныкал какой он тусовщику растет так он любит тусовки людей чтобы было много любит на улице тусоваться гулять в общем наверно все дети так любят но умар у нас прям социальный социальный ребенок вот помните я вам рассказывала про это здание там с обратной стороны у нас лиги контор поликлиника местная с семейными врачами а с этой стороны жилье для пенсионеров то есть они как бы арендуют эти квартиры многие пары многие кто уже остался без пары потому что у многих не были свои дома но всего возраста тяжело за ними смотреть ухаживать продают заселяются в таких квартирки благоустроенные и вот живут вот не вижу берет машина у него красная масштаб стоит здесь у машины нет товарищ носик сильно начинается так здесь у нас фойе вот в этом фойе видите стаканчики видимо старички здесь уже потусовались обычно здесь сидят смотрят левизор здесь нету да кто-то играет на фортепиано пьют кофе общаются в общем вот специальные есть каталки вот мы как раз бабушки верит пришли бурда горда да да он забыл уже всех да 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 от и с Насиональный десерт. Это ты должен попробовать. Это шоколад? Нет, это не шоколад. Это называется Просе. Вау. Попробовать это. Попробовать это. Я хотела узнать, как они вкусят. Смотрите, это немного арабский. Да, это казахстанский. Но это... Сосыны блинкеры в твои шкои. Это моя мама купила. Сосыны блинкеры. Это моя мама купила. Сосыны блинкеры. Сосыны блинкеры. Нет, нет, нет. Это должно быть так. Да, да, да. Да, 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 да. Эспин, это должен быть так. Да, да, да. Да, да, я получил это. Пробав это. Да, но не так легко. Попробовать это. Да, это будет так, может. Да, я открыл. Да, это не так легко. Да, да. Вот так. Да, да. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. ДИНАМИЧЕСЯ Мическойaboы. że... Вот так. Вот так. Очень вкусно. VMware결 technology. От этого появляется twelve гор everywhere. И так вот. И так вот. И так вот. Что ты думаешь? Да, это хорошо. Это хорошо, да? Очень хорошо. Это очень хорошо. Это кекс? Нет, это не кекс. Это называется Просе. Да. Мы не можем слить. Ай! Ай! Ахахахаааааа. Ты не был, я был, я был, я был, я был. Да, он был, я был, я был. Я был, я был, я был. Я был, я был, я был. Я был, я был, я был. Так смотрите, дорогие друзья, вот Карин подарила, подарила носочки, Умару. Сама связала. И вот она сама это вяжет. Это все остатки от, от разных вещей. И она вот сидит и занимается дома, вяжет. Вот такие, вот такие носки чудесные. Для Умара. И они померили, и подходят они. А, Умар, are you fit? Are you bra? 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 Is there a bra? Yes. Да, но это только для того, чтобы... Ни в стовле они достаточно хороши, чтобы варить. Да, потому что приезжает зима и холода, и с самого начала. Ты мой зоечка, ты мой любим. Любовь, ты наш. Дише ульдебарда, они все равно, что они... Она тоже вяжет... она вяжет для них тоже... Я сказал это. Она тоже вяжет для внуков своих. Внуков, да. Вот такие кусочки. Всем привет. Собственно, вот это здание с этой стороны, где мы были вчера. Вот это Леги Контор. В общем, это называют Хельси Центр. Физиотерапевт. Хельси Сташун. И Централ Щекин. Центральная кухня. Хельси Сташун, это... Куда вот ребенка до года будет замерять его вес, рост. И Леги Контор. Именно где наши семейные врачи сидят. Также здесь есть лаборатория. Но не все анализы здесь могут брать. Если какие-то там супер особенные, здесь берут... Отправляют в шеи. В Пошкруне в основном радиология. Там я сдавала вот это вот... Как рентген или флюорографию по-нашему. Короче, когда приезжают из других стран, сдают на туберкулез и так далее. Ну, это правильно. Вот от чего мне не хватало в Казахстане. Вот этого. Не надо мучиться открывать двери. Так, ну мы идем уже обратно. Здесь, после церкви, как вы видите, очень много людей. Собрались они не просто так. Собрались они по плохому поводу. Обычно на похороны собираются здесь так. Как вы видели, они одеты в... Не прям полностью в черное, а одеты в белые рубашки и пиджаки. Ну, так здесь обычно одеваются на похороны. Просто такой официальный, да, дресс-код. Вот. Бывает и такое, конечно. Кто-то уходит из этой жизни, кто-то приходит в эту жизнь. Так устроен мир. Так устроена жизнь. Ну, давайте не будем о грустном. Я вообще очень сентиментальная. Очень стала сентиментальной. была, как бы... Так, сегодня так, прохладненько. Ну, не прям что. Я в шортах все равно вышла. Так, а здесь вот и приближу. Видите, табличка такая бело-красная. И написано актив. Актив. Это значит, что дом выставлен на продажу. Актив это, наверное, название... ...которой. Кстати, живет наш дедуля. Так, дом продается чуть дальше. Мы его видели. Ну, знаем, какой именно дом. Вот. Все это вот там все продается. То есть здесь не может человек взять и там продать. Все это делается через меглеров. Это вот риэлтора по нашим. Видите? Это наши соседи. Видите, какой у них садик. Огородик. Дом туда дальше выходит. Да, он такой уже, конечно, старенький. Но вид у него прям на озеро классный. Даже не знаю, сколько за него просят. Стройка здесь, я думаю, подходит к отцу. Не знаю. Здесь всю весну. С марта, кажется, да. С марта они сносили. И вот строили. Очень долго поставала стройка. Но, опять-таки, это Норвегия здесь. Каждая инстанция тоже требует времени. Может, что-то ждали. Не знаю. Но, по мне, мне кажется, можно было быстрее. Хотя я не строитель, не эксперт. Видите, здесь специальный контейнер, куда складывается строительный мусор. И потом вывозится. Трава как обросла. Потому что никто не пасил. Никто не живет. И вот так вот стоят наши ящики почтовые. Туда мы получаем письма. Разного рода письма. Так, ну вот, покажу вам сейчас. Видите, здесь наши имена и фамилии. Пусть запускают. Ничего нам не пришло. Вот. И здесь Сергей наклеил наклейку. Типа, спасибо, нам не нужна реклама. Чтобы, ну, всякие там, знаете, брошюрки, газеты. Ну, короче, рекламная всякая пресса, чтобы нам не приходил. Ну, мусор. Все равно мы это выбрасываем. Зачем нам это надо, да? Ну, здесь специально обустроена такая крыша. Чтобы зимой там от дождей, от снега не намокали наши ящики. Видите, наша соседка косит траву на этой газонокосилке, да? Здесь вот этот вот новый, как сказать, можно сказать, комплекс. Здесь новые дома построены. Ну, здесь несколько хозяев. Здесь вот, видите, деревья там слива, малина была. Никто ее не ел. А вот здесь, кажется, то ли вишня, то ли черешня. Тоже никто не ел. И все вот так вот росло. Просто растет. Для красоты. Видите, вот эти гортензии. Я все время на них покушаюсь. Они уже от холода. Смерзнуть. Умар. Ай-ай. Умар интересно. Сам плакал. Вот видите сливы. Сейчас покажу вам приближу. Вот сливы. Вкусные, красные такие, темно-красные, темно-бордовые сливы. Можно кушать, можно сваренье сварить, компот, я не знаю. Нет, оно все висит. Просто для красоты. Вот этот дом такой интересный. На возвышенности стоит. Мне кажется, там с той стороны у них окна тоже шикарный вид на озеро выходит. Такой тоже простой одноэтажный дом, как у нас. Тоже на почтовые ящики. Здесь сделали землю. Здесь, короче, от дождей. Дожди были сильные, прям обильные. И знаете, такие жу... Как? Как они? Ложбинки. Что такое? Такие появились. И вот они засыпали этим. Не галькой, но он называется. Потому что невозможно было даже спуститься. на коляске. Молодцы. Я думала, не будут делать. Типа все, зима, там снег. Куда-сюда. Лодочки еще стоят. Еще не убрали. Еще надеяться, что будет тепло в прошлом году. Сентябрь и октябрь были прям очень теплыми, солнечными. И даже как будто мне казалось, что теплее, чем летние месяца. Мы прям поражались. Мы вот как ноябрь стукнул. Прям 1 ноября. Все. Сразу понятно, что наступила осень. Дожди, холода, туманы и так далее. А сентябрь-октябрь были очень солнечные, сухие, теплые. Не знаю, как в этом году будет. Вот. Мусорка опять. Мусор вывозят по четвергам. И у них такое тоже расписание на определенный вид мусора. Определенный этот. Вот. Один четверг они вывозят там пищевые отходы. Другой четверг вывозят там, не знаю, бумагу или пластик. Вот так вот. Так, Кумар, подожди. Я покажу нашим подписчикам вид отсюда. Вот. Красота. И такая тишина. Ну, машины ездят, но все равно здесь тихо. И вот озеро само. Да. Идет. И опять вот эти домики с крышей на голове. Видите? Этот товарищ пытается сбежать с коляски. Да, да. Кажется, то ли этот дом, то ли он ниже. Ниже, кажется. Да, видите? Табличка уже смылась. Если я сейчас буду спускаться вниз, мне будет тяжело подниматься. Ну, с коляской имею ввиду. Потому что, видите, здесь сплошные подъемы и спуски. Везде. Везде. Сосны стоят. Птички что-то там щебечет. И Омар щебечет что-то. Бунтует. Из поликлиники хотел стащить игрушки. Как будто дома игрушек нету. Точно такие же дома игрушки. Играйся, да? Нет. Все-таки чужие игрушки интереснее. Еле утащила его оттуда. Ну, все. Мы пойдем вверх. Так. Ну, я хочу вам показать, что у нас происходит с нашими. Мне кажется, он замерз. Но краснеет. Надежду не теряет. Так. А здесь у нас помидоры. маленький. Ну, они тоже как бы увеличиваются в размере. Но им холодно, я так думаю. Но уже больше ничего здесь не будет расти. Потому что все. Здесь мы один сорвали. Он был уже желтый, переспевший. Не знаю, Сергей почему-то его не сорвал. Ждал нас. Так. Вот он еще один. Маленький такой. И все. И больше я не вижу. Видите, а им холодно. Потому что им без теплицы. Я знаю, что вы напишите, да, что теплица нужна. Но пока нет у нас теплицы. Так. Здесь у нас тоже вроде один намечается. И все. Ну, есть цветы. Оф. Занесла бы я ее домой. Но мне не разрешат. Что-то он здесь у нас терял. Мне не разрешат. Хотя бы один горшок помидора и один горшок огурцов бы занесла бы. Напишите в комментариях Сергею. Попросите, чтобы он разрешил их занести домой. Так. А вот здесь вот у нас георгины отцвели. Помните, красные такие были. Все. Они уже свое дело сделали. Но, смотрите, желтик где цветет. Раз, два, три будет здесь. А вот еще четыре. Вот этот товарищ не знаю, когда решится. И этот тоже. И этот. Так. А здесь помидоры, которые с супермаркета я брала. Семена черри. Цветут. Ну, не знаю. Ибо я тоже занесла в дом. Ну, глядишь там, к ноябрю будет свои черри. Хе-хе. Так. А здесь у нас тоже отцвел красный. Три. Но намечается. Раз, два. Вот. Три, четыре. Пять. Вот здесь вот тоже три бутона. Видите? И вот этот вот. Так мы и не отгадали, что это за цветок. Но листики похожи на фиалку. Не знаю, что это за цветок. Молодец. Хоть отцвел. А тут для меня, не знаю, уже лето закончилось. Они только-только разогнались. Но Георгины говорят, они такие морозостойкие. И под снегом могут свисти. Но клубки, да, надо будет выкапывать на зиму. Ну, выкопаем гараж, сложим. И, я думаю, до следующего года. До следующего года что-нибудь уже придумаем, наверное. Как построить теплицу. Не знаю, тоже на теплицу. Надо его долго уговаривать. Вообще Сергей против. А вот там, видите, вдали, желтые хоризонтемы. Это, кажется, такой большой глашок. Это мне подарила Карин. Она, короче, она приехала, а нас уже не было дома Сергей. Как раз нас провожала ГОСЛА в Казахстан. И назад увезла. И вот мы приехали, и она их подарила. Не знаю, что с ними делать. На улице зажать уже нет. Смыслов горшок. Сажать и дома держать. Они скоро цветут, наверное. Тут еще у меня. Я сюда рассажала рассаду. И у меня уже не было некуда было сажать. Я ее так и оставила. Они были, короче, уже, знаете, умершие. Но я думала, пусть стоят. Поливала их. Думала, выйдут, выйдут, не выйдут. Ладно. И вот, смотрите, выжили. Только теперь не знаю, что с ними делать. Я говорю, вот было бы дома место. Ну, васки ром у нас есть, да? Вот это по стерочке. Ну, не знаю. У мату-то часто наведывается. А он любит только вряд со земли. Так классно было бы. Можно было бы зимой выращивать хотя бы дома. В горшках. На подоконнике они поставили. Умар уничтожен сразу. У нас дома все цветы стоят на высоком месте. Вот такие дела. Такой у нас огород нынче в этом году. Слышите звук колокольни из церкви? Это вот как раз такие, когда хоронят. Колокола бьют тоже. Ну, скажи. Ух-ху! 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 Ух-ху!